Всем здравствуйте! Меня зовут Мария, если кто-то меня не знает, я выпускница Дома детского творчества. Закончила я у Стулова Елены Юрьевны. Вот по ее просьбе я записываю два видео. Первое видео это будут вокальные упражнения дыхательные, да. А второе видео, которое я сейчас записываю, это распевки, которые я всегда делаю перед вокалом, основной частью. Первое. Перед тем, как заниматься вокалом, да, петь, я советую сделать дыхательные упражнения, я их всегда делаю, и сделать упражнения для снятия зажима в челюсти, языка и губ. Например, если мы берем для губ, это просто, да, и для челюсти это просто мы открываем челюсть и при этом массируем вот эти косточки, да, суставы, да. Это разминает челюсть и снимает зажимы, потому что многие вокальные проблемы появляются из-за зажимов, да, и неправильного дыхания, то есть мы, если вы не туда дышите, да. Точнее, как говорит мой преподаватель, не туда опирайте. Начну. Эти вокальные распевки подойдут как для эстрадного исполнителя, так же для академического. Первая распевка. Мы распеваемся, мы берем, допустим, до мажор. Вы можете взять тональность, которая будет удобна более вам, да, и регистр, да, какой более-менее удобный. Я беру первая октава до мажор и на закрытый слог, на закрытый слог пою первый, ну, м, на закрытый звук м, пою первую, вторую, третью, вторую, первую ступень. Эта распевка подойдет для любого уровня, даже для начинающих. Эта распевка подойдет для любого уровня, даже для начинающих. Эта распевка, как я уже сказала, подготавливает вокальный аппарат к нагрузкам. Я заранее прошу прощения, если будут какие-то вокальные неточности, да, технически. Я сегодня много пела, немного подустала, и надеюсь, ну, я надеюсь, что это никак не помешает тому, как я буду объяснять эти распевки. Значит, дальше. Следующая распевка, которую я тоже очень люблю, она предназначена, она, конечно же, более сложная. Она для более, скажем так, для тех, кто уже не совсем начинающий, да, исполнитель. Это уже просто мы берем мажорное трезвучие, да, и распеваемся на тот же, или на закрытый звук М, да, до, ми, соль, ми, до. Или на М, это как французская буква Н, да, вот такая носовая очень. Значит, поем. Значит, что нам дает, если мы поем на букву М, М, она готовит головной регистр, да, это полетность вашего голоса. И также при этом она расслабляет горло, чтобы вы не зажимались. Очень важно, чтобы горло не принимало никакое участие в вашем звукоизвлечении. А если вы будете правильно дышать и посылать правильно звук, да, то не орать, да, не рвать связки, то у вас все будет хорошо. Да, это вот такая распевка посложнее. Следующая распевка на, как я уже показала, упражнение, да, это для губ, для голосового аппарата, да, вот расслабление. Также мы берем его вокальное упражнение. Мы берем до, до мажор. Берем до, на октаву до, то есть получается до первой, до вторая. Потом на полтона ре бемоль второй октавы. Ре бемоль на октаву вниз мы идем в первой октавы и обратно в до. Как это выглядит? Это упражнение, заранее скажу, это упражнение развивает диапазон и расслабляет горло, то есть оно не дает, то есть вы будете спокойно сможете дойти до верха, абсолютно спокойно. Но при этом у вас ничего не будет зажиматься, потому что у многих не берется вверх, потому что они в плане из-за страха, они зажимают вот тут мышцы и все, уже не могут взять верхние ноты. Ну, приступим. Я советую, если у вас что-то не получается вокаль произведения, то можно попить вот так, да, оно просто поможет вам, да, расслабить горло и у вас многое начнет получаться. Дальше. Какое следующее упражнение? Значит, следующее упражнение я призываю. Мы, значит, идем от простого к сложному. То есть если вы только новичок, да, то вы распеваетесь на обычные звуки, гласные или на закрытые. Затем можно распеваться на сочетание согласных и гласных. Мои любимые. Значит, самые лучшие, на мой взгляд. Это мьё, это тлё, это лё, это ше. Да, вот такие хорошие. На не очень хорошо. Не это хорошо пробивает головной регистр, то есть маску, да. Конечно, немного поджимается горло, но это ничего, зато у вас правильное место в маске образуется, да. Да, и на сочетание гласных. Мои любимые. Это и, а, или просто у, да. Или также сочетание а, о, э, и, у, или и, э, а, о, у, да. Также хорошо такие гласные, как я, ю, это получается и плюс а, и плюс о, да. Вот как мы знаем, да, из русского языка. Но для чего это вот вокальное упражнение, зачем это, я объясняю. Потому что йи помогает активизировать косые мышцы живота, что является, ну, как бы мышцами дыхания. Да. Ну, приступим. То есть, опять же, по развернутому трезвучу. До, ми, сон, до, ми, сон. И вниз, да, допустим, можно. Или вверх, наоборот. И, о, э, и. Да. Вот такая распевка. Также моя любимая распевка, это когда мы берем по щи, что, как я говорю, полуопеваем ноту. Опять же, если мы берем до мажор, мы начинаем с пятой ступени, то есть, пятая, шестая, пятая, четвертая, пятая, четвертая, третья, четвертая, третья, вторая, третья, вторая, первая, вторая, первая. Приступим. Можно побыстрее петь, конечно, это сейчас медленно показала. Я это упражнение пою на мьо, да, если посмотрим. Мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-мьо-м Также есть еще одно упражнение, оно достаточно сложное, оно уже не для новичков, но можно взять на вооружение То есть первое, оно активизирует дыхание, то есть если прошлое дыхание, прошлое дыхание, извините, прошлое упражнение Оно развивает гибкость в голосе, это очень важно, чтобы была гибкость в голосе А вот это упражнение, оно развивает в какой-то степени тоже гибкость, но уже более что ли подвижность Не просто гибкость, а подвижность Да, и можно вниз, а можно еще на верхнем спе И вниз, да? Вот такое упражнение Смотрите, значит у нас есть вот такие упражнения Также если, допустим, вы занимаетесь эстрадным вокалом, вы можете распевки, это вообще обязательно для эстрадников Делать ченкопы Это тоже подготавливает Значит, ну к вокалу Мои любимые распевки, самые сложные Это когда мы распеваемся и подключаем вокальные, ну предложения, да? Например, есть такая песня народная «Щедрик-щедрик». Это замечательная распевка. Сейчас покажу. Почему я ее люблю? Потому что там есть сочетание букв, которое помогает активизировать вокальный аппарат и также подключить дыхание и все те мышцы, которые нужно. И при этом не зажимаясь, а уводит звук вперед. Вот из-за этого есть много вокализов. Это Апт, это Зейдлер, это Маркези и высшая степень – это Вакайи. Это те композиторы, которые писали вокализы, используя вот такие предложения, слова. Это очень хорошо, если вы будете их тоже исполнять. На этом все. Это все, что я вот сегодня захотела вам рассказать. Точнее, смогла, да. Вот все, что собрала. Я очень рада была, буду рада, если я вам чем-то помогла. Я все запишу и отправлю Лене Юрьевне. Вот. Советую начинать от простого к сложному. Дыхательные упражнения я тоже запишу и все отправлю. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок. Спасибо.